Здравствуйте друзья! Сегодня мы с вами коснемся одной темы, которая напрямую относится к событиям последнего времени. Мы сегодня кратко вспомним с вами, как сатана действовал в прошлом и как он намеревается действовать в будущем. И начнем мы с того, что вспомним о том, что та личность, которую мы называем дьяволом и сатаною, эта личность однажды находилась очень близко возле престола Божьего. Дьявол сотворенное существо, но при чтении Библии вы наверное заметили, что среди всех сотворенных Богом существ есть определенная иерархия. Эта иерархия очень похожа на ту, которая существует в современных армиях. Мы не можем сказать, что в армии все военнослужащие равны между собой. Мы знаем, что в армии существуют рядовые, также в армии есть сержантский состав, поднимемся выше, далее в армии есть младший офицерский состав, старшие офицеры и заканчивается эта армейская иерархия таким званием, как маршал или генералиссимус. В разных странах, как вы понимаете, устройство армии разное. Точно такая же иерархия существует среди всех сотворенных Богом ангелов. Из Библии мы с вами знаем, что на небе среди ангелов произошло разделение, и третья часть из всех ангелов последовала за сатаной и поддержала его в этом восстании. Сатана стал предводителем этого восстания. Его можно назвать главнокомандующим в этом восстании. Он возглавляет генеральный штаб своей армии. У него есть подчиненные ангелы, которые исполняют его указания. Бог, описывая в Библии Люцифера, говорит о том, какими качествами при творении был наделен этот предводитель ангельских воинств. Вот что Бог говорит о Люцифере через пророка Езекииля. Мы сейчас это прочтем, но я хочу сразу сказать, что в этом отрывке повествование о Люцифере соединено с описанием царя Тирского. Почему так? Потому как в характере царя Тирского были те же качества, как и в характере Люцифера. Давайте это прочтем. Бог говорит, «Сын человеческий, плачь о царе Тирском, и скажи ему, так говорит Господь Бог, ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Ты находился в Едеме, в саду Божьем, твои одежды были украшены всякими драгоценными камнями». Вы видите, друзья, здесь описание идет уже, конечно, не царя Тирского, а идет описание Люцифера. Какими же камнями были украшены одежды Люцифера? Здесь идет перечисление. Рубин, топаз и алмаз, хризалит, оникс, яспис, сапфир, карбункул и т.д. «Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил, обратите внимание, Бог говорит, я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих, со дня сотворения твоего, доколе не нашлось тебе беззакония». Я хочу, чтобы вы обратили внимание на то, какими качествами Бог наделил Люцифера при творении. Ты печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Проанализируйте эти слова, которые Бог применил для описания Люцифера. Как вы заметили, когда Бог сотворил эту личность, Он сотворил его очень красивым. Но нас сегодня будет интересовать не столько внешний вид этого некогда величественного ангела, как его внутреннее качество. Бог применяет здесь выражение «полнота мудрости». Что в этом выражении означает слово «полнота»? Здесь это слово означает, что Люцифер был сотворен Богом и был самым мудрым среди всех сотворенных Богом существ. Ни у одного ангела и ни у одного небожителя, конечно же ни у одного человека, никогда не было столько мудрости, как это было вложено Богом в Люцифер. За всю историю человечества на нашей планете жило немало мудрых людей, но все они даже в малой степени не могут сравниться с тем, что из себя представлял Люцифер. Зачем я вам это все объясняю? Я это сделал для того, чтобы вы осознали, с кем нам приходится иметь дело во время этого великого конфликта, который происходит на нашей планете. Мы имеем дело не с каким-то обычным и заурядным существом. Мы с вами имеем дело с личностью, которая умеет мыслить нестандартно, умеет мыслить оригинально. Я просто обязан сейчас прочитать вам одну цитату из Трудово Ленвайт. Я хочу, чтобы вы послушали то, что Вестница Божья в этой цитате пишет о том, как сатана будет действовать в это последнее время. Она пишет «Сатана будет работать изобретательно и разнообразно, используя различные средства, дабы подорвать веру Божьего остатка в истинное свидетельство». Мы не будем сейчас говорить по поводу подрыва веры Божьего остатка в свидетельство. Обратите внимание на первую часть этой цитаты. Как сатана будет работать? Он будет работать изобретательно и разнообразно. Что это означает? Он не будет работать по шаблону. Он не будет постоянно придерживаться одной тактики. Он будет разрабатывать все новые и новые планы. В его голове много планов, потому как Бог наделил его полнотой мудрости. И всю эту мудрость он, сатана, сейчас применит против Бога и против его церкви в этих последних эпизодах этой великой борьбы. Он будет использовать различные средства. Он будет использовать различных людей, которых мы даже и не будем подозревать в сотрудничестве с великим отступником. Но, возможно, кто-то из вас скажет, «Разу ж сатана так мудр, то, наверное, наше положение безнадежно». Нет, друзья, Иисус оставил нам с вами обетование, с помощью которого мы сможем отражать все атаки сатаны. Иисус пообещал наделить своих последователей такой силой, которая во много раз превосходит влияние сатаны. Помните, что Иисус сказал? «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам. Мир Мой даю вам. Не так, как мир дает. Я даю вам. Да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Каждый из Божьих детей будет наделен силой и влиянием, которые во много раз превосходят силу, мудрость и влияние сатаны. В любом месте и в любое время и при любых обстоятельствах каждый из Божьих детей может воспользоваться этим Божьим обещанием и попросить у Христа, чтобы Святой Дух Божий пришел ему на помощь. Никогда не забывайте это. При всех испытаниях и в самых отчаянных на вид обстоятельствах нам с вами обещана сила, во множество раз превосходящая силу и мудрость сатаны. Вам, наверное, будет интересно узнать, каковы планы великого отступника для нашего времени. Что он планирует сделать в самом ближайшем будущем? Нужно сказать, что есть один народ в мире, который осведомлен, очень хорошо осведомлен о планах сатаны и знает эти планы во всех подробностях. Этот народ называется церковью адвентистов седьмого дня. Адвентистам известны все планы сатаны для нашего поколения. Почему? Потому как Бог наделил церковь адвентистов седьмого дня даром пророчества. Дух Святой через свою вестницу Эллен Вайт рассказал во всех подробностях, к чему идет сатана. И давайте мы сейчас прочтем одно из таких высказываний. Это очень интересное высказывание. Эллен Вайт записала то, что сатана говорит своим подчиненным ангелам. «Я буду работать наперекор намерениям Божьим, заявляет сатана. Я поручу моим последователям устранить памятник Божий, седьмой день, субботу. Таким образом, я покажу миру, что освященный и благословенный Богом день можно изменить. Я изглажу его из памяти людей. Вместо этого дня я установлю другой, который никак не связан с Господом. День, который не может быть знамением завета между Богом и Его народом. Я заставлю тех, кто примет этот день, придать ему такую же святость, которой был достоин только седьмой день». Это цитата из книги Эллен Вайт Маранафа. Итак, на основании этой цитаты, как вы поняли, каковы планы сатаны для нашего времени. В каком направлении он будет действовать? Он будет действовать наперекор планам Божьим и он будет стараться устранить Божий памятник в субботний день. Дьявол постарается всеми силами изгладить из памяти людей понимание святости субботнего дня. Вместо Божьего дня сатана намеревается установить наше время свой день, то есть воскресный день. Но это только часть из его планов. Сатана на этом не ограничивается. Давайте прочтем дальше эту цитату. Сатана здесь говорит «Я прославлю себя через моего наместника». А о ком здесь идет речь? Кто является этим наместником сатаны, через которого сатана планирует прославить себя? В другой своей книге Эллен Вайт пишет и отвечает на этот вопрос, кто является этим наместником сатаны. Она пишет в книге «История спасения». Великий обманщик на этом не остановился, он решил собрать весь мир под свое знамя и начал действовать через своего верного наместника, гордого Папу, объявившего себя представителем Христа. Вы теперь понимаете, друзья, кого сатана называет своим наместником? Папу Римского. В то время как весь христианский мир думает, что Папа Римский является представителем Христа, но на самом деле сатана говорит о Папе, и не важно, о каком Папе Римском идет речь. Это выражение относится к деятельности любого Папы Римского. Сатана говорит, я прославлю себя через моего наместника, через Папу Римского. А вот каковы еще его планы для нашего времени? Первый день недели будет превознесен, и протестантский мир примет эту поддельную субботу за настоящую, заставив людей пренебрегать субботой, учрежденной Богом. Я сделаю так, что его закон, то есть Божий закон, будут презирать. Слова, чтобы это было знамение между мною и вами во все роды, будут относиться к моей субботе. Таким образом мир станет моим. Я стану правителем земли, князем мира. Я приобрету такую власть над людьми, что суббота Господня превратится в предмет особого презрения. А знамение? Я сделаю соблюдение седьмого дня знамением измены правителям земли. А теперь, друзья, послушайте очень внимательно то, что дальше планирует дьявол, потому как мы с вами сейчас немного на этом остановимся. Он говорит, человеческие законы будут настолько строги, что люди не осмелятся соблюдать седьмой день субботу. Из-за боязни лишиться земных благ, пищи и одежды. Они вместе с миром будут нарушать закон Божий. Земля будет в моем полном владычестве, рассуждал сатана. Это опять-таки цитата из книги Маранафа. Итак, что вы поняли из последней цитаты? Как сатана собирается действовать в наше время? Он попытается сделать так, чтобы были приняты законы. Человеческие законы, которые будут настолько строги, что люди не осмелятся соблюдать Божий седьмой день, то есть субботу. Итак, в последнее время сатана возбудит правителей нашей планеты, руководителей, лидеров всех рангов. Так что они издадут эти строгие законы, чтобы люди просто не осмелились соблюдать седьмой день в субботу. Из-за того, что они побоятся лишиться земных благ, пищи и одежды, как мы только что прочитали. Обратите внимание, дьявол с помощью законов, которые принимаются в каждой стране, заставит людей подчиниться ему, соблюдая вместо Божьего субботнего дня день, установленный сатаной, то есть воскресный день. Вот таковы планы сатаны для нашего с вами поколения. Вот к чему он в итоге идет. И насколько ему это удастся, мы с вами видели во время кризиса, связанного с этой модной болезнью. Вы, наверное, заметили, как быстро в мире во время этого кризиса все изменилось. Как быстро все выстроились в линию и начали соблюдать определенные государством расстояния. Как быстро закрылись все границы и все вокзалы и все аэропорты. Вы, наверное, помните, как правители угрожали увольнением всем, кто откажется вводить себе эту никем никогда не проверявшуюся жидкость. И если бы Господь не приостановил весь этот произвол, мы с вами не знаем, как бы далеко это все могло зайти. Для чего все это делалось? Я отвечу кратко на этот вопрос. Сатана проверял. Он проверял готовность, как это делается на военных учениях. Он проводил свои учения во время этого кризиса и проверял, насколько человечество готово к тому, чтобы подчиниться ему во время последнего кризиса, связанного с воскресным днем. Все, что мы с вами видели во время этой модной болезни, повторится, но только уже в гораздо большей степени во время кризиса, в котором сатана заставит всех жителей нашей планеты соблюдать его воскресный день. Мы постепенно и незаметно подходим к этим событиям, друзья. И прежде чем мы с вами перейдем к некоторым подробностям по этому вопросу, я хочу вам пояснить один термин. Есть на английском языке такой термин Blue Loves, что в переводе означает «синие законы». О чем эти законы? Давайте прочтем об этом короткую цитату из Википедии. Вот что здесь написано. «Синие законы также известны как воскресные законы. Законы о воскресной торговле и законы о закрытии по воскресным дням. Это законы, ограничивающие или запрещающие определенные виды деятельности в определенные дни, обычно по воскресеньям в западном мире. Первоначально законы были приняты по религиозным соображениям, в частности для содействия соблюдению христианского дня поклонения, но с тех пор они стали служить и светским целям. «Синие законы» обычно запрещают определенные деловые и развлекательные мероприятия по воскресеньям и налагают ограничения на розничную продажу твердых товаров и расходных материалов, особенно алкогольных напитков. Законы также налагают ограничения на ряд других видов деятельности, включая путешествия, моду, охоту, профессиональный спорт, сценические представления, показы фильмов и азартные игры. Хотя сегодня они менее распространены, пишется дальше в этой статье в Википедии, синие законы продолжают применяться в некоторых частях Соединенных Штатов, Канады, а также в европейских странах, такие как Австрия, Германия, Норвегия и Польша, где большинство магазинов должны закрываться по воскресеньям. На своих экранах вы сейчас видите один из примеров таких синих законов, которые были приняты в Канаде, в провинции Онтарио в 1911 году. Я сейчас с помощью компьютера переведу то, что написано на этом листке. Я извиняюсь заранее, если перевод выйдет не совсем удачный. Не будем забывать, что это переводил компьютер. Но тем не менее, смысл вы сможете понять того, что здесь написано. Вверху здесь сказано «Воскресные законы действуют в провинции Онтарио. Запрещен труд, за некоторыми исключениями, включительно а. труд чернорабочих, механиков и фабрикантов, б. все сельскохозяйственные работы, такие как посев, сбор урожая, ограждение, рытье канав, работа на железных дорогах, такие как строительство, а также ремонтные работы». А вот четвертый пункт, наверное, вам будет интересно послушать. «Запрещены все экскурсии по найму и с целью получения удовольствия на поезде, пароходе или на другом транспортном средстве». Пункт пятый тоже интересный. «Реклама в Канаде. Незаконные действия, которые должны проводиться в воскресенье, либо в Канаде, либо за ее пределами». В шестом пункте написано, что запрещен импорт, по воскресеньям продажа или распространение иностранных газет. Седьмой пункт. Все азартные игры запрещались по воскресеньям, запрещалась выпивка, использование нецензурной лексики и все другие действия, которые нарушают общественный покой. По воскресеньям также в восьмом пункте написано, что запрещались публичные собрания, за исключением собрания в церкви. Также в девятом пункте написано, что были запрещены охота, стрельба, рыбалка, также купание в любом общественном месте или в пределах видимости места общественного пользования или частного проживания. И в конце, как вы видите, здесь написано, что штраф за нарушение этого закона в 1911 году составлял от 1 доллара до 500 долларов. Я не могу сказать вам идет ли здесь речь о канадском долларе или о долларе США, но для справки я хочу вам сказать, что 500 долларов США в 1911 году сегодня будут соответствовать сумме примерно в 52 тысячи долларов. То есть, если человек в 1911 году нарушал эти синие законы, то ему полагался максимальный штраф на сумму, если бы в наше время его штрафовали, на 52 тысячи долларов США. Вы можете потом остановить это видео, если вам интересно внимательно прочитать то, что здесь написано на этом листке об этом синем законе, который приняли в Канаде в 1911 году. То есть, в западном мире уже были попытки установить эти синие законы. Это то, что уже было в прошлом. А теперь от прошлого давайте мы перейдем к настоящему, к нашему времени и рассмотрим то, что уже сейчас происходит в нашем мире по этому вопросу. Мы с вами сейчас прочтем некоторые заголовки, некоторых статей, в которых говорится о предложениях принять такие синие законы в наше время. Вот одна из таких статей от известного издания Market Watch. В заглаве здесь написано «Согласно новому исследованию, рост числа смертей от отчаяния среди белых людей среднего возраста может быть вызван потерей религии или неучастием в религии». Я хочу сказать пару слов об этом издании Market Watch. Это один из самых влиятельных мировых медиа источников, предоставляющих мировым финансовым специалистам статистику фондового рынка, финансовые и деловые новости. То есть, вы понимаете, что это не какое-то там малоизвестное издание. Это довольно-таки известное издание во всем мире. И вот одна из статей в этом издании посвящена этой проблеме. Они пишут о том, что последние исследования говорят о том, что люди чаще, чем раньше, уходят из жизни по причине отчаяния. И они считают, что виной всему то, что люди перестали верить в Бога. Вот что они, в частности, пишут в этой статье. В штатах, в которых за последние 15 лет 20 века наблюдалось более значительное снижение участия в религиозной жизни, число смертей от отчаяния, или от депрессии, давайте так скажем, увеличилось еще больше. Исследователи, в частности, рассмотрели отмену синих законов. Синие законы ограничивали торговлю, как правило, по утрам, в воскресенье. В этих исследованиях было показано, что эти синие законы тесно связаны с религиозной практикой. Эти синие законы создавали такую обстановку в обществе, которая способствовала посещению религиозных служб. И еще одна короткая цитата из этого издания, в которой написано. Исследователи обнаружили, что отмена голубых законов оказала влияние на еженедельную посещаемость религиозных служб на 5-10% пунктов и увеличила уровень смертности от отчаяния на 2 смерти на 100 тысяч человек, что составляет достаточно большую долю первоначального роста смертности от отчаяния. Даже, наверное, уже не намекают. Они говорят прямо. Увеличилась смертность от отчаяния, от депрессии. Вы хотите снизить эту смертность, говорят они? Тогда принимайте синие законы. То есть примите закон, запрещающий работать по воскресным дням. Но это не единственная статья и не единственное издание. Вот еще одна статья из другого известного издания, которая называется Нью-Йорк Таймс. Знакомый многим из вас, Энди Роман, разбирает эту статью, в которой написано следующее. Нью-Йорк Таймс утверждает, что дух синих законов сегодня нужен больше, чем когда-либо прежде. И, наконец, последняя статья, я ее взял тоже с сайта Энди Романа. В заглавии здесь написано. Консервативные евангелисты или евангеликалы, или назовем их консервативные протестанты, утверждают, что отмена воскресных законов в Америке вызвала разрыв в нашей социальной структуре. То есть они здесь говорят о том, что отмена воскресных законов в Америке вызвала проблемы в обществе. Друзья, я хочу, чтобы вы меня сейчас правильно поняли. Я не говорю и не утверждаю, что будто бы уже сейчас начинают принимать воскресные законы. Я совершенно не имел этого в виду, и я это не утверждаю. Все, что я хотел показать этими цитатами, что этот вопрос продвигается. Он продвигается очень медленно. Вы только что могли увидеть, как с разных сторон идут предложения и высказываются сожаления о том, что такие синие законы однажды были отменены. Есть силы в нашем мире, которые заинтересованы в продвижении этого закона о воскресном дне. Эти силы сейчас усиленно работают в этом направлении. Мы с вами уже много раз видели, как с одной стороны папство продвигает воскресный день. Мы много раз с вами читали о том, что папа Франциск написал о воскресном дне в своей энциклике «Лада Таси». Я не буду сейчас это опять повторять. С другой стороны, мы только что с вами увидели, как консервативные протестанты. Это не католики, это протестанты. Они тоже сейчас продвигают этот же закон о воскресном дне. Но только со своей стороны, с другой стороны, они продвигают этот закон. И сегодняшнюю тему я хочу закончить одной цитатой из 5-го тома «Свидетельств для церкви». Эллен Вайт здесь пишет по этому же вопросу и говорит, в каком направлении нам необходимо сейчас совершать нашу работу. Она здесь пишет «Движение за соблюдение воскресного дня в настоящее время прокладывает себе путь во тьме. Руководители скрывают истинную суть дела, и многие, участвующие в этом движении, сами не понимают, куда несет их подводное течение». Друзья, вы обратили внимание, какие выражения использует Вайт в этой цитате? Она здесь пишет, что «это движение за соблюдение воскресного дня не идет открытым способом». Не идет открыто. Как оно продвигается? Оно прокладывает себе путь где? Во тьме. Что это означает? Нет, это движение происходит тайно и незаметно для неосведомленных. Не для нас, которые знают истину, но для тех, которые не осведомлены, куда это все идет. Это движение продвигается под такими лозунгами, чтобы никто ничего не заподозрил. Руководители этого движения маскируют свои истинные цели. Они говорят, нам нужно отдыхать в воскресный день, потому как люди очень устают за неделю на своих работах. И им нужен один день для отдыха. Очень хороший аргумент, хороший лозунг, не правда ли? Кто откажется отдыхать? Но настоящие цели этого движения скрыты. Этим движением через своих агентов руководит сам сатана. Его задача выдвинуть на передний план соблюдения именно воскресного дня вместо субботы Господней. Поэтому руководители этого движения никогда и ни за что не согласятся на какой-либо другой день отдыха. Попробуйте предложить им отдыхать в субботу и послушайте, что они вам ответят. Эллен Уайт пишет, что руководители скрывают истинную суть дела, и многие участвующие в этом движении сами не понимают, куда несет их подводное течение. Друзья, вы видите, многие из них сами не понимают, к чему они ведут общество и чем это все закончится. И дальше в этой цитате написано. Оно, это движение за соблюдение воскресного дня, исповедует мягкие и на первый взгляд христианские принципы, но когда оно заговорит, то проявит драконовский дух. Наш долг, продолжает Эллен Уайт, сделать все возможное, чтобы отвратить грозящую нам опасность. Нам надо постараться разрушить людей предрассудки, показав себя всему обществу в правильном свете. Нам следует раскрыть перед ними суть дела, и таким образом заявить самый решительный протест против мер по ограничению свободы совести. Нам нужно исследовать Писание и уметь обосновывать нашу веру. Друзья, пусть благословит нас Господь правильно понимать то, в какое время мы с вами сейчас живем, и правильно исполнять свои обязанности для этого времени. Аминь. В нашем мире попытки манипулирования человеком происходят столь часто и настойчиво, что давно превратились из разрозненных в стройную, по умолчанию принимаемую всеми как данность систему. Нам продают все, используя манипуляцию. Еду, одежду, медикаменты. Уговаривают голосовать за того или иного кандидата на выборах, сохраняя при этом некоторую видимость демократии. Неожиданно настойчиво рекомендуют изменить отношение к ранее всеми презираемым поведению, поступкам и идеологии, подкрепляя такое убеждение принятием соответствующих законов, уже обязывающих быть толерантными. Что это? Наш естественный прогресс как цивилизации? Или самая обычная, хотя и хорошо прикрытая, манипуляция ничего не подозревающим человеком? Живя во времена практически повсеместного доступа к информации, мы не только можем, но и должны ответить на эти вопросы и перестать быть просто толпой. Однако есть особенно чувствительная сфера нашей жизни, где манипуляция крайне болезненна и даже смертельна. Это религия. Миллионы людей по всей земле горячо убеждены, что все делают правильно, и их душа может быть спокойна. Но горькая правда заключается в том, что даже в духовной сфере мы не защищены от манипуляции, если доверяемся авторитету человека. Книга «Национальный воскресный закон», предлагаемая вам сегодня, как раз об этом. Она может удивить и даже шокировать. Но то обилие фактов, которые собраны в ней, должны пробудить интерес всякого искреннего читателя. Автор буквально ведет нас за кулисы, туда, куда обычно вход строго воспрещен и где открывается неприглядная реальность. Субтитры создавал DimaTorzok